Готовь трактор зимой. Обрабатывать поля выйдет только проверенная техника. Осмотр во всех районах республики проводит Гостехнадзор. Сегодня специалисты работали в Красноармейском районе. Наличие дымности определяется расходом воздуха. По показаниям данного трактора, если расход воздуха меньше 42, показания очень хорошие. Если, значит, менее 42, должно быть 2,7, тут 0,2 только. Дымомером определяют уровень загрязнения. Люфтомером измеряют отклонения в градусах руля и колес. Технику осматривают по полной – от выхлопной трубы до фар. Наша задача – проверить состояние техники, соответствие удостоверения тракториста-машиниста, техническое состояние, оснащение противопожарной безопасности и медицинскими средствами, аптечками. Парк тракторов агрофирмы «Таябинка» – 22 единицы. Общая мощность на всех – 3200 лошадиных сил. Впервые в поля в этом году выйдет новенький американский трактор. Остальных же железных коней подлатали зимой. Тогда же купили горючее и удобрения. Горючее и машинные материалы все были приобретены еще зимой. В настоящее время у нас около 75 тонн горючего. Также приобрели для проведения пассивных работ минеральные удобрения. Около 900 тонн различных удобрений демофоска, амселитра, серосодержащие удобрения. Основной фронт работы для тракторов – посев картофеля. Однако агрофирмы экспериментируют и с техническими культурами – рапсом и горчицей, которые поставляют по России и за рубеж. Техника всю весну и лето должна работать как часы, а поломки свести к минимуму. Таких больших недостатков нету. Лампочки. Один трактор не завелся. Там АКБ надо поменять, аккумулятор. Новый уже привезли. Сейчас поменяли уже в течение пяти минут. Полностью трактора, которые осматривались, к севу готовы. Вспахать и засеять этим железным работягам придется 6000 гектаров земли. А это 30% от всех земель Красноармейского района. Красноармейский район – это сельскохозяйственный район. Мы планируем на 15 тысяч гектарах провести работу. Здесь отрадно уже 5000 гектаров. Осенний сев мы произвели на 5000 гектарах. Значит, весенний сев надо делать еще на 10 тысяч гектарах. На сегодняшний день у нас 11 хозяйств, которые готовы. Плюс к этим еще 28 фермеров. Значит, техника во всех хозяйствах готовы. Люди готовы. Ирина Волкова, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика.